Стоит земля кислевицкая и только крепнет на глазах. Приветствую вас, друзья, с вами Виарос. И потихонечку вроде бы экономика начинает приходить в себя. По мелочи, так потихонечку, по крупинкам. Восстанавливаемся, восстанавливаемся. И набираем обороты. Стараемся разнести наших врагов и как-то расслабить хоть где-то фланги. Например, здесь сейчас Борис добивать уже не станет. Лагерь будет добивать все-таки уже второй наш стэк. Марат выдвигается в сторону. Но здесь опасно. Хотя, давайте, зачем передвигаться в сторону еще? Восстание от начала надо все-таки подавить. Пока подавим восстание, заберем деньги. Станем лагерем. Вон, потери быстро восполнят. И передвинемся. Замечательно. Даже в городе сейчас отсиживаться не придется. Бурю с градом берем. Давай пронизывающий ветер. Ты буяр. Буяр-муяр. Давай вот сюда. Ауру дисциплины. Постараемся забрать эти территории. Хотя, конечно, собрание демонов, он укрепил город уже. Было бы попроще без этого укрепления. Ну и гномы не пошли захватывать. Гномы испугались. Кхорна. Представляете? Гномики боятся Кхорна. Ну а тут у нас также есть армия, енничь. И там стены. Вот. Это, конечно, отвратительно. То, что армию наши союзники не достали. И там Кхорн строит стены, блин. С таким же успехом, окислив, этого не собирается сделать такое ощущение. Кстати, скверность здесь растет очень-очень сильно. И продолжает именно скверность Ланеша. Но в провинции все-таки нужно изгнать вас. И тогда только, возможно, у нас что-то получится. Так, ну иди, иди туда. Нападай на тот фланг. Мы пока в засаду встанем. Мы пока здесь встанем в засаду. Переходить от демонов гонять не станем. Так, еще вот эту тему надо не забыть. Мы можем назначить нового правителя. Мы можем в проклятый город назначить его. В теории, в принципе, да? Доход, контроль плюс один есть. Там, допустим, увеличить порядок в провинции. Ну, а в одиночную провинцию, конечно, особо смысла нет. Здесь вон доход можно увеличить. Вон, смотрите, золото как приносят. Много все-таки тот же регион. Ну, давай, ладно. Золотоносный регион. Увеличим вот 10%. Нестера сюда назначим. Потом он обрастет прочими эффектами и уже будет помогать нам всеми доступными правдами и неправдами. Может, на следующий ход ты начать и вон посты уже строить у союзника. Сейчас тоже это оценим. А, и подожди, чуть не проспал осаду здесь. А в нас не верят. Осаду я по факту-то проспал как раз-таки. Можно было выиграть, но не сейчас. Уже не сейчас. Действуй хотя бы так. Просто покачайся. Ну, ждем тогда штурма. Я надеюсь, эти демоны не будут удерживать нас слишком долго. А, еще вас же нужно было втянуть в войну с Ограми. Подзабыл. Сейчас постараемся с лизардменами и начать движуху. Максимально быстро, шустро поговорить, обсудить. И дальше жить. Поживать и добра наживать. Провинция, восстание. Сорвана засада, технология. Казна, разрушитель разграбить. Это мне не нравится. Так, что у нас здесь? Прирост вызывает... ...плюс 5 при захвате. Небывы потери. Ну, защита в бою только то, что появилась, да, плюшка? Плюс 5. Заново, ладно, не будем. Сдавать указ пока что. Борис Урсус. Разворачивайся. Собственной персоной. В долину Титанов сейчас пойдешь забирать. Ты на ускорении заходишь в эту гору. Марат. Сколько там еще два хода? Но не дотянется. К сожалению, не дотянется. Александра, мы тобой походили, Григор. Ты пошла защищать. Это правильно. Это ты, конечно, молодец. Но тут мы пока засаду будем готовить. Продолжаем готовить засаду. Проклятые пустоши. Здесь еще доход. Тем более, там провинция будет помогать нам очень знатно. Доступен призыв. Но в плане, что улучшим, мол, призыв. Да, Урсуна? Заново его можно назначить. Ну, давайте, ладно. Призовем заново. Лучшим. Чтоб не надоедал. Латные косарики будут лучше себя чувствовать. Шанс распространения чумы. Преданность за сражение с хаосом. Крылатые гусары. И... Ну, вот это я бы качнул. С чумой очень классная тема. Даже я бы еще начал изучать. Праг. Ну, Праг мы смотрели ничего такого. Давайте, наверное, вот шанс распространения чумы, а потом уже в даже. Доступно улучшением. Возводим. Доступен фарпост. Доступные отряды. Нам откроются змеиные врата. Джаншао. Черепаховые врата. Мы можем укрепить. Нанигау. Но змеиные врата больше всего нам дадут. Поэтому змеиные врата давайте и возведем. Фарпост. Отлично. Никто? Ничего, точно. Пока тишина. Строительство началось. И сдаем ход. Да, в пустошах там неприятно то, что осаждают нас. Это, естественно, неприятная тема. А вот и уже более серьезные войска подходят. И тут несколько стеков даже. Телепорт используют. Разворачивается все-таки с Прага. Нужно идти туда. Ну, он с небольшой армией приходит. Это на самом деле не проблема. Царица Катарина, надеюсь, сейчас ты добьешь этот стек. Блин, нет. Ты стек не собираешься громить. Они сейчас, если вдвоем соберутся, они же тебя разнесут. Это... Это такой просчет может быть ключевой. Опять же, лизардменов забыл, да? С них собирался начать, вообще. Зарубиться с этими лизардменами. Но они союзники наши. Поэтому, в принципе, неудивительно, что не могут собрать себе даже один маленький полноценный стек. Как это обычно бывает. Искусственный интеллект. Спокойно так. Играючи. Ага, вот. Тут штурм. Здесь все-таки мы сражаемся. Но здесь мы выиграем. Здесь мы выиграем, естественно. Только лично. И опять же, из-за данного нападения про лизардменов могу забыть. Там сейчас начнутся другие проблемы. Я отчасти это про лизардменов из-за осады. Тоже забыл. На них все испихнем. Сделаем их крайними. Сделаем их крайними. Так, четыре направления используют. Забираемся пока что на стены. Тут улитки. А я думаю, улитки будут уничтожены. И очень хорошо мы сможем покоцать их на том фланге. На том фланге прямо улитки можно разнести. Но в целом всю оборону выставим здесь. Таким образом. У нас один отряд активирует эти вышки. А, но у нас других вышек и нет здесь. То есть все три вышки зависят от этой точки. Шикарно. Шикарно. Хочу сказать. Меня такое устраивает положение дел. Это меня устраивает. Здесь мы ставим нашу гвардию. Гвардия лейтенант. Мальчик молодой. Давай вас не будем ставить сейчас на стены. Оставляем так. Лучников уже на стене держим. Кавалерия прикроет. И герои тоже здесь пока что встанут. Все задействованы у нас. Главное тут сейчас скорректировать вышки. Чтобы бомбили одну. То есть например эта вышка гарантированно бьет сюда. Эта вышка гарантированно бьет сюда. Да и ты давай попробуем. В принципе быстрее ее шатнем будет лучше. Скоординируем. Огонь. Так все правильно. Эту вышку бомбим. Все. И считай эта вышка уже уничтожена. Перегруппировываем. Ну вряд ли получится. Раз бомбить уже. Остальное. Но пробовать нужно. Так, вышка. Но ближайшая только здесь. Хотя мы можем и тут готовить уже одну. Встречать на том фланге. Ох, отлично. Вышка все-таки рухнула там. Здесь чуть-чуть не хватило. Могли добить. Но немного не хватило. Давайте, давайте. Тут жалкие тени пооставались. Че, ворота пробиты? Уничтоженная вышка. Дергается. Отлично. Отлично. Тут вот это цветастое шоу идет на нас, но... Надолго их не хватит. Дружелюбное создание. Да и жабы там дальше. Сейчас им... Здесь все это будет мешать только. Че, на главную точку, что ли, лезешь? Сразу прям. Без вариантов. Давай, 900, 900, 900, 900. Есть. Так, героя перебрасываем. Вопросов нет. Развернулись. Приготовились. И победили. Арифметика простая. Так, вас зацепили, да? К сожалению. Ну ладно. Не, он может, конечно, пойти сейчас точку пытаться уничтожать. Ну не, 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 он не лезет на это. Дело, он не подписывается. Все. Демоны распались. Мы празднуем победу. Говорят, героическая победа. Ну, здесь она была очевидна. Там, кавалерия у нас немножко пострадала только. И имперция. Они одного всего лишь убили. Там имперция. Не особо, если честно, так себя проявили. Но ничего, ничего. Насуждать мы не будем. Сойдет. Они прикрыли фланг и, в принципе, в совокупности они там выступили. Молодцы. Виселант, наконец-таки, уничтожили. Оруженосец. Противник погиб. Поселение в осаде. Сейчас нам сразу надо снимать их. И на этом фоне я могу про лизардменов и забыть, да? Так, противник погиб. Карак. Нормально. Денег немного, но, в принципе, нормально. А, еще серебряная вершина. Точно у нас тут. Посадим. Тут очень маленькая армия. Хотя денег дали больше всего. Все. Идем к лизардменам. Друзья, вы мои многострадальные. Что вы хотите сказать нам про вот этих всех псов недостойных? Так, ваши требования. Вот флаг. Хотя бы. Ну, вы сильно хотите. В принципе, ну мы, да. Этого не делали. Ну, они и не сильно-то хотят вступать в войну. Ну, ладно. Уговаривать тогда их не станем. Себе дороже. Значительно причем себе дороже. Это уже не пустые слова будут. Заместника так кайфово передвигаться далеко. Ой. Слеза рай. Просто счастье. Когда еще можно мясо принести в жертву их. И в этом случае враги так вообще. Сколь отноют. А мы не знаем пощадок. Так. Карак влаг. В принципе, нам нужно его отбрать сразу. В идеале. Но медведь не дает возможности здесь штурмовать. Обидно. Нам придется ждать один ход еще. Вроде бы потерь. Хотя мы потерь тут не несем. Смотрите. Мы осаждаем нормально. Сойдет. Потерь не несем. Пока там строим. Дальше с остальным разберемся. Григо. В общем, этот стэк убегать не хочет. А тебе нужно возвращаться вот сюда. Праг пока, ну, неплохо защищен. Еще и катайцы. Поэтому держим строй. Можем отремонтировать. Деньги есть. Коим векем. Давай свиноторг. Путь. Обязательно. Ресурс. Равнина. Хотя, ладно. Ну, давай. Выделим сейчас. Вот на это дело. Можно сказать, святое. Денюжку. Выделим еще сюда пятнашку. Дипломатия. Пустая. И сдаем ход. Так, где форпост доступен? Мы Хохланду можем помочь, да? Ну, вот они. Возвели. Ну, давай, ладно. Тут огры могут напасть. Могут начать, если вдруг что-то форпост поможет. Поможем союзнику. Немножечко поможем. Фрактис. Осаждает. В принципе, готовит двумя стэками. Штурмовать. Там опять этот телепорт использует. Ну, есть шанс потерять сейчас этот город. Но за него, ну как? Может быть и не потеряем, но сражение... О, тяжелая победа. А нам дают победу. И, кстати, он никого не сливает. Отлично, меня устраивает такой расклад. И он еще город забирает. Возвращает. Кугат. Гарнизон, я надеюсь, его... Хотя, вот фишка в том, что Кугат легендарный. Мерзавец Ван Шау. Легендарный, поэтому его могут... На автобое гарнизоном не шатнуть. Ну, царица Катарина, ну, разберись, пожалуйста. Вот ты поймала армию, считай, в ловушку. Ну, зачем в город? Ну, хотя на ускорение она там... Кышечка мне достала. Не достала бы. Мяу Индра, Кунгуре. Обидно будет и сейчас. Там, где мы начали аванпост-то строить, форпост. Те врата сейчас и падут. В принципе, если лизардмены начнут бить... Хотя томограф уже и нет. Тех, которых мы хотели... ...напрячь. Там уже последователи Кугата. Так, ну, Империя вроде бы сдержала более-менее натиск. Смотрится сейчас, я надеюсь, достойно. Хотя, честно говоря, вот следующий уровень порталов может реально поставить ее на колени. Империю окончательно. И в этой кампании тоже. Так, нас осаждают. Нас осаждают. Мы пока что забегаем в город. Болзград, мы не сдадим. Дашку, ну, вполне возможно, потеряем. Потом придется драться за город. Достойное поражение рисует. Но, в принципе, мы... ...можем Кугата разнести. И не ждать штурма. Штурмом там вообще... ...ему ничего не светит. Правильно. Ты несешь потери? Да, несет. Вот так, ну ладно, давайте сейчас вернемся к этому вопросу. Опять же, он тоже потери несет. У него не так все безоблачно. Мы так осквозь. Ну, может, агроф этих подвинет сейчас наш... ...елизардный... Борис забирает тут. У нас, наверное, единственное сражение сейчас будет это вот с Кугатом. Обязательно оборону. Эту постройку сносим. Долина Титанов это столица. Так, а руины это кровавый пик. Это уже другая. А пик йети где? Пик йети вот на границе. Это в любом случае нам нужно будет ввести обязательно Бориса вперед. Не заселять им, конечно. Так, родина одна. Пока весь мир считает Кислив идеальным примером сплоченного государства, на родину им полным ходом зреет мятеж. Очередной волосолюбивый боярин решил подкупить пару десятков атаманов, чтобы свергнуть вас с трона. Однако после того, как Акшина нанесла ему ночной визит, атаман внезапно вспомнил о своей преданности вам. Дипломатические отношения плюс 40 с фракцией Ледяной Двор. Это хорошо. Так, с Ледяным Двором объединится. Давай, может тебе там... И у нас еще... Сейчас назначение доступно. А, нет, хотя бы, что не назначение. Назначение нового недоступно. Маратик. Шикарно справился. Молодец, я горжусь тобой. Сейчас я действительно тобой горжусь. Спокойно, без нервов, вышел. И гарнизон такой, на весь... На понтах. Он его нагнул. И в рот заставил дуть. Так, разрушаем эту постройку. Потери будут, но гарнизон тут уже значительно слабее. Поэтому предлагаю, наверное, все-таки даже на ускоренном. Лучше подоспеть и захватить этот город на следующем ходу, чем терять время и спокойно подходить. Так, Александра мы у нас перебросили. Григортия тоже. Ну и снимаем осаду. Тут нам сейчас, в принципе, только это и нужно сделать. Основная задача. Сражаемся. Гарнизон это не регулярная армия. У нее будет... Чуть другая... Отдача в этой армии. Ну, я думаю, нам хватит. У него лычек еще нет. Это совсем зеленая армия. Буквально недавно призвал. Опыт еще не распределил, скажем так. Мы возьмем высоту. Пойдем отсюда. Так, а ну-ка, давай ты сюда. Выходи, подходи. Кавалерию немножечко в стороне, чтобы она отвлекала. Только нужно помнить, что Кугат это ходячая артиллерия. Баланса в нашу сторону здесь верит. Ну, реально, просто из-за того, что это Кугат. Ух ты, а Кугат здесь дотягивается. Давайте покажем тогда... Назад. О, и он на лошади, смотрите. В гарнизоне на лошади уже. Он может попровоцировать Кугата. Чем сейчас этот пухляш и будет заниматься? Будет агриться на нас. Он косит лиловым глазом очень сильно. Там даже то, что попадает, это все. Абсолютное ничто посредине с тем, что могло бы быть. Как успехи, Кугат. Самое интересное, их мы видим, этих нурбликов, только по взрывам, да? Как летят. Особо-то и не выцепим снаряд. Задача такая. Кугат сейчас израсходует боеприпасы все. Абсолютно. Дальше. Выходит один отряд. Начинает цеплять кавалерию. Мы занимаем позицию поудобней. Там без Кугата уже... Они ничего не сделают. Есть контакт. Начинаем уже армию выдвигать. Абсолютно. Абсолютно. Кисловайцы, двигаются. Три позиции. Там у тебя сколько боеприпасов один осталось. Последний. Но он его использовать не стал пока. Так, кавалерия, выйди вот сюда. Хотя, знаете, что... Все-таки вот... Эту армию нужно... Таким вот образом сделать. И отправить. Вот сюда. Прижаться к скале. Потому что с этой стороны, с этого фланга, они могут нас напрягать, начать. И там будет голый фланг. Вперед. Вперед. Вот ты за Кугатом, блин. Не верят. Вот он, последний снаряд. В опасном. Видите, как залетел последний, но бросил... Очень-очень... Знатно, надо сказать. Много наших полегло. Давай-давай-давай, пока тут толпа. Тут, считай, все стрелы будут идти в дело. Попадая в ту или иную тушу днеющую. Разворачиваемся. Жабки идут к нам. Жабки к нам идут. Один отряд мы выцепили. Фланг он защищает. Кавалерия... Ну, хорошее правильное положение мы сейчас заняли. Хм. Жабки передумали, да? Идти в бой. Давай-давай-давай-давай-давай. Вас защитят. Ну, правда, вы, скорее всего, и пострадаете все-таки. Но вас не уничтожат. Ух ты, ешкин-кошкин. Они выцепили, но всего лишь... Там три отряда нурглика. С другой стороны, этого тоже достаточно. Боеприпасы идут на правильные нужды. Боеприпасы сейчас используем для уничтожения непосредственно крупных жаб. Кавалерия просто тянет время. Так, элита стреляет нургликов. Ну, вы... Конечно, молодцов. У-у-у, спасешься, если будет... Прекрасно, ну ты не спасся. А этот фланг все-таки прям страдает. Переключаем. Кавалерия, ну я тебе говорю, убегай. Ты просто не слушаешься. Мы ведь тебе плохого не посоветуем. Полилась жидкость из всех щелей у Куга-то. Так, ну надо сказать, что еще тут... Не все вопросы с их юнитами сняты. Потому что даже вон садники Оспы, они... Дерутся очень стойко. На, эти распадаются. Вас все-таки мы... Не потеряем. Тяжелая победа. Вот могли бы эту победу отдать нам... На автобой и все. Легко, непринужденно. И что там этот Куга-то сделает? Сопли свои пожует. В прямом причем смысле. И не только сопли будут выживать. Но наступать по всем фронтам... Вот, по идее, сейчас... Вот, можно наступать. Ситуация такая, что... Позволяет, да, игра. Но... Мы ведь знаем, что откроются порталы... И начнется жесть у нас в тылу, поэтому... Прямо переходить в полномасштабное наступление... Здесь зачастую смысла вообще нет. Но и отсиживаться в одной провинции тоже слишком скучно и неинтересно. Так, гарнизона пока нет. Восстание будет. Но на следующий ход мы заберем город. Все будет хорошо. Сдаем. Легион. Маленький стек увел. На штурм не пошел. В принципе, шанс снять осаду есть. Изгнание Гекхорна. Душу пока не забрали. Скорборант рядом не ходит. Вот здесь Катарина. Но если разобьет эту армию, прям будет замечательно. Это будет очень круто. Башню мы тоже, кстати, можем пройти вот эту аширость. Забрать и союзникам там продать. Ох ты. Блин. Автобой в Хорны слишком верит. Причем стек-то хороший у Катарины будет. У Катарины очень хороший стек. Ну, у него просто нафиг не верят. Как же это плохо. Как же это грустно. Че-то хочешь войну, чтоб я начал скепта. Ну да, естественно. Ваша песня хороша. Начинаю сначала, но она нам надоела. Еще с первого куплета. С вампирами вы бы лучше разобрались. Потому что к дому он пошли. Вроде бы залезли к Хорну. Но... Никакого успеха. Я даже не вижу, где сейчас пундрим железный кулак. А в итоге вампиры здесь... Жиреют. Мясо у них на костях появляется. Я смотрю. Это плохо. Восстание. Случилось. Естественно, случилось. Но мы сейчас провинцию полностью заберем. А потом восстание подали. Тяжелая победа. Замечательно. Самое главное, что ты... Никого не сливаешь при этом. Пик. Прокачаем этот город. Пик. Давай рвение, ладно. Тебе рвение. Хайборн, сын. Тебе... Порыв. Души. Порыв души, души порыв. Так, ну союзник вроде бы двигается. Можем его попросить сделать так. Голоднее медведя. Содержание минус 30 для всадников на боевых медведях. И стоимость найма минус 50 для всадников. Ух ты. Содержание боевых медведей. Удовольствие не издешево. Животные ежедневно съедают едва ли не больше мяса, чем весят сами. Вот почему обнаружение крупного лагеря ассетантов Слонеша в канализации Эренграда стоило по-настоящему... Стало настоящей хорошей новостью. Богохульники понесут заслуженное наказание. Медведи будут крепко стоять, спать по ночам. Ну, можно сейчас начать даже увеличивать количество наших медведей. Для Бориса. В целом, кавалерия мне в остальных не сильно нужна. Даже, если честно, у того же Бориса она не особо нужна. Сейчас. Так, еще одно знамя Прага. Зеркало. Зеркало. Активная способность. Ну, видели. Захватите, оккупируйте поселение. Задание выполнено. Ну, тут пушку, смотрите. Представляете? Империи не хватает пушек своих. Они выберут отсюда. Так, ну, вы, кстати, не воюете. Насколько я понимаю... Вы воюете только с хозяином поселения сейчас. То есть, надеяться, что эта армия снимет. Ну, хотя, с другой стороны воюет. Вроде бы пишут, что воюет, да. То есть, с этим союз воюет. Может, и снимут осады. Ну, Борис, в любом случае. Сейчас не на всю. Ооо. Гризус тут своих лучших бойцов подтягивает. Своих самых элитных бойцов. Готовим засаду. Марат, красавец. Александра. Я думаю, на этом фланге нам ничего сейчас не угрожает. Поэтому спокойно тебя перебрасываю в ту сторону. Нам, на самом деле, здесь еще в этих регионах нужны сейчас патриархи. Чтобы скверную изгонять и порталы закрывать. Но строить, чтобы их сюда подтягивать, я бы не стал бы прям... Вот, например, отсюда лучше. Призвать... Решительного, например, да? Он останется тут. Этот уйдет вот сюда. В горах тут двоих хватит. Порталы закрывать. Григор. Вот ты можешь напасть, разбить и отступить назад. Было бы круто, если бы они напали на вот эти. Тачми ла-ла-ла. Так, ладно, даваться не будем. Пока что посмотрим. Проэкспериментируем. Рискнем этим городом. Ну, а что сделаешь? Рискнуть, я думаю, можно. Свиноторг улучшаем сразу все. Хотя вот это здесь рушить надо. Можно доход. Волчьи земли, горбатая гора. И все замечательно. Ай, ты надо, абсуда. Григор, Григор, Григор. В Праге как уникалку возведем. Можно будет небольшую реформу, наверное, провести. В теории. Ну, это еще через одного полководца. Ладно, сдаем ход. Ой, а! Он и не будет двигаться. Здесь мы улучшаем. Здесь эдикты сдаем. Со скверной бороться. Серебряной вершине. Рост вообще отсутствует, да? Минус 95. Слишком высокая скверна. Ну, влага тут хотя бы у нас есть гномы. У нас, в принципе, гарнизон более-менее есть. Поэтому. Восстание. Будут еще деньги принесли. Вон, червяки и нурга тут. Прыгают. И сдаем ход. Хотя, дипломатику мы не откроем. Ну, или, в принципе, можно оставить сдачу хода на следующий. О, конфедерация уже близка. Она реально сейчас потеряла войска. И насчет этого начинает переживать, заморачиваться серьезнее. И сейчас реально конфедерация, похоже, случится. Ладно, давайте зададим ход. А если какое-то сражение, то уже серию завершим. Также завершим серию, если... Ох, тут еще армия. Ну, он телепортируется. Ну, если ход сдастся спокойно, то тоже с этим разберемся. Чумотворцы. Возле Прага, вон, боится Праг атаковать. На вашего союзника напали атакующие соблазнители Слонэш, обороняющийся ледяной двор. Но одеваться некуда. Мы свою дочку не бросим. Хотя территория Кислева. Вот смотришь здесь, вроде бы все хорошо. Но в Кислев, как взглянешь... Уф, что там творится? Ну, это потому что в зародыша. Я, в принципе, думаю, все-таки... Если вначале там чуть укрепить нормальный регион, то вообще проблем нет. Не допускать, не доводить. Мы когда уже зашли в эти земли, там... Просто Косталтин вообще запустил. Не достоин уважения никакого. Запустил нафиг. Земли. Никакой оборон, никаких достойных сопротивлений. Демоны у него ходили под носом. А он тут строил козни нашей дочки. Ну вот... Как его назвать, да? Вот он, кстати, Унгрим. Вернулся. Он оставил тут провинцию нам. Да, мы, с одной стороны, время потеряли. С другой стороны, я... Голова... Чем он еще мог заняться, да? Ему и заняться только мечет. У него все хорошо. У него все хорошо. Зато пошел. И объединил здесь... Территории. Нашим. Завладела душой все-таки... Армия Кхорна. И это Скарбранд вернулся сейчас. Скарбранд тут. Уф, что сейчас может начаться? Ой, какая... Мы, конечно, наверное, должны будем сейчас напасть на эту армию разбить. У тебя... Я качал передовое развертывание... Ой, передовое. Да, стремительный удар. Естественно, он есть. Потом. В теории мы можем и этому вновь по рогам надавать. Надавать так, чтобы он и не встал. Ну, а Борису... Может, тут засаду где-то... Хотя я сомневаюсь. Наверное, выдвинулся в нашу сторону воевать. Так что мы легко возьмем город и... Заморачиваться не станем. Давайте это уже сделаем в следующей серии, друзья мои. Потому что на сегодня завершим. Сегодня мы сделали много хороших дел. И скоро будет еще больше. Всем добра. Пока.